всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале max capital на котором мы развиваем мышление инвесторов и говорим о создании пассивного дохода сегодня хотелось бы поговорить на тему что будет с рублем в 2022 году какие факторы на это будут влиять какие движения мы можем увидеть какие есть преимущества и возможности заработать и какие есть негативные вещи которые могут повлиять негативно непосредственно курс рубля обязательно досмотрите данное видео до конца чтобы узнать что будет влиять на рубль двадцать втором году итак друзья это наверное самый популярный запрос настоящий момент да он и всегда находился в числе популярных запросов многих людей интересует что будет с рублем если вообще смотреть в 2022 год то у нас 2022 год начинается коренная смена парадигмы которая главенствовала последние лет 30 наверное и это парадигма заключалась в том что если мы говорим про доллар непосредственно потому что курс рубляжек доллару измеряется то доллар последние 30 лет денежно-кредитная политика соединенных штатов америки заключалась в том что стоимость денег формировалась по принципу завтра будет всегда дешевле чем сегодня то есть с 80-х годов процентной ставки в америке которые составляли порядка 20 процентов снизились практически до нуля в 2020 итак поэтому как мы уже говорили вот в этом видео что влияет непосредственно на курс рубля то есть у нас есть факторы внешние которые влияют на курс рубля и есть факты внутренние которые влияют непосредственно на курс рубля и что касается текущих внешних факторов которые влияют на курсы в первую очередь у крепости доллара в ноябре-декабре 2021 года, когда было переизбрание главы Федеральной резервной системы США, Джером Пауэлл был избран на новый 4-летний срок. Он заявил о том, что Федеральная резервная система пойдет по пути ужесточения денежно-кредитной политики. То есть инфляция, которая начала себя очень сильно показывать, особенно во второй половине 2021 года, долларовая инфляция, которая в свою очередь перекинулась и на развивающиеся рынки, и на развитые рынки, она начала носить так называемый угрожающий характер. То есть в Соединенных Штатах Америки это значение 6% плюс, при таргетируемом уровне 2-2,5%. Рост цен производителей, тоже как показатель роста инфляции, будущего роста инфляции, вообще достиг значения порядка 20%. И Джером Пауэлл при назначении на новый срок, соответственно, был дан четкий сигнал, связанный с тем, что безработица, наверное, не является в приоритете. В приоритете является долгосрочный рост экономики, а высокая инфляция, соответственно, влияет негативно на данный рост. Поэтому то, что мы увидим в ближайшее время, то есть уже было заявлено, что программа выкупа активов, которая действует в Соединенных Штатах Америки, она будет к марте 2022 года свернута. То есть прекратят выкупать активы, то есть, по сути, прекратят печатать деньги. Второе, повысит процентную ставку, пока не знают, насколько, но все-таки повысит. И третье, не исключено, что наоборот, выключив печатный станок, Федеральная резервная система начнет изымать ликвидность, изымать доллары, которые были до этого напечатаны из финансовой системы. Все эти факторы в совокупности будут приводить к тому, что долларовая ликвидность, как таковая, она будет сжиматься. Это вот как бы первый фактор, который говорит, что в принципе доллар начнет себя чувствовать хорошо, то есть начнет расти к корзине мировых валют ориентировочно, начиная со второго-третьего квартала 2022 года. До этого периода, соответственно, еще ликвидность в финансовой системе непосредственно есть. Соответственно, мы отдельно в ближайшее время поговорим о том, как себя будет чувствовать доллар в 2022 году. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить данное видео. А сейчас, соответственно, вернемся к рублю. Что нужно сказать в защиту рубля в 2022 году? Во-первых, это то, насколько оперативно Центральный банк России влияет на инфляцию. То есть, если, допустим, в Америке, в Европе, в других странах разгоняющаяся инфляция до этого главы Центральных банков говорили, что это не важно, нам важно восстановить экономику, то Центральный банк России достаточно оперативно реагирует на разгоняющуюся инфляцию и очень быстро, очень агрессивно повышает процентную ставку. То есть, процентная ставка, стоимость денег в рублях, она зависит от инфляции в России. Соответственно, Центральный банк реагирует на это очень быстро, достаточно агрессивно, повышая процентную ставку, чтобы сбить инфляцию, непосредственно сделать деньги более дорогие. При этом многие аналитики заявляют о том, что пик по инфляции будет пройден в первом квартале 2022 года. Для разумного инвестора о чем это говорит? Что если мы пройдем пики по инфляции, инфляция дальше начнет замедляться, ну потому что программы стимулирующие будут во всем мире заканчиваться. Первое. Стимулирующие программы будут замедляться, ликвидности будет меньше. То есть, денежная масса начнет замедляться, она перестанет расти. И это стабилизирует инфляцию. Это первый фактор, что инфляция замедлится. Второй фактор, который говорит о том, что инфляция замедлится, это так называемый эффект базы. Что значит эффект базы? Это значит, что когда у нас началась пандемия, произошли локдауны, экономики непосредственно закрыли, всех людей посадили по домам, по квартирам, и скорость обращения денежных средств, она уменьшилась. То есть, инфляция замедлилась. Если мы посмотрим, когда у нас начала расти инфляция в 2021 году, она у нас начала расти, соответственно, с апреля-мая 2021 года, потому что сказался эффект базы. В марте-апреле 2020 года, когда был пик пандемии, всех закрыли, скорость обращения денег уменьшилась, инфляция резко упала. То есть, инфляция стала около нулевых значений, где-то она вообще уходила в отрицательную зону, потому что люди не тратили, инфляция, соответственно, погасилась. Прошел год, локдауны сняли, экономика постепенно восстановилась, напечатали деньги, в Америке напрямую чеки раздавали, в европейских странах, соответственно, была поддержка и население бизнеса, налоговые льготы предприятиям. Соответственно, что произошло? Произошло увеличение скорости обращения денег, и инфляция начала расти по отношению к году назад, так называемый эффект базы. Поэтому показатели инфляции очень активно начали расти в мае, и они ускорялись. Они ускорялись летом, осенью они еще более высокие темпы приняли, потому что экономика начала, скорость обращения денег начала увеличиваться все сильнее и сильнее, и, соответственно, показатели по инфляции тоже начали увеличиваться. Что мы получим снова через год, то есть в 2022 году? Мы получим эффект базы, откуда будет считаться инфляция, более высокий. Показатели по инфляции снизятся. Соответственно, снижение показателей по инфляции приведет к тому, что центральные банки тоже на это отреагируют. И когда мы говорим про политику Центрального банка России, что можно ожидать? Можно ожидать, что в первом квартале 2022 года будет еще повышение процентных ставок для того, чтобы сдержать инфляцию, которая еще имеет высокие цифры. То есть Центральный банк повысит процентную ставку. Повышение процентной ставки приведет к тому, что операции Carry Trade, мы, кстати, про них тоже вот здесь вот говорили, операции Carry Trade станут привлекательными, потому что в Европе повышение процентных ставок ожидается только в 2023 году, а сворачивание программы выкупа только к концу года. В Америке сворачивание программы выкупа активов будет к марту 2022 года, и возможно только лишь одно повышение процентной ставки. А одно повышение процентной ставки – это 0,25%. Сейчас 0,05% плюс 0,25% мы увидим процентные ставки в долларах где-то на уровне 0,3%. А в России эти показатели могут составить 8,5-8,75%. То есть операции Carry Trade становятся привлекательными. Это вот первое, что нужно учитывать, что доходность облигаций в рублях будет более высокая. Это раз. Второе. Российская экономика является сырьевой. Соответственно, цены на сырье пока находятся на высоких уровнях, и ожидание по первому полугодию 2022 года, что это не произойдет резкого снижения стоимости сырьевых товаров. Для российской экономики это тоже хорошо, это тоже привлекательно. Поэтому привлекательность операции Carry Trade приведет к тому, что международные инвесторы могут занимать доллары, могут занимать евро, привозить их в Россию, продавать, покупать государственные облигации. Потому что государственные облигации, то есть доходность государственных ОФЗ, среднесрочных, может достичь двухзначных значений. Там 10, 11, 12%. И международные инвесторы, международные спекулянты, carry traders на этом непосредственно смогут заработать. Они, во-первых, смогут заработать, во-вторых, могут заработать российские банки. То есть, в принципе, финансовый сектор, а российский отдельно интересен. И мы также готовим отдельное видео, какие сектора российской экономики будут фаворитами в 2022 году. Поэтому еще раз могу призвать вас подписаться на канал, чтобы не пропустить выход данного видео. То есть, с чем мы сталкиваемся? Высокие процентные ставки в России от Центрального банка достигнут пика в первом квартале 2022 года. До лета 2022 года находиться в рублевых активах с фиксированным доходом, находиться в рублевых активах с ривой компании, которые заработают по итогам 2021 года очень хорошую прибыль. И дивидендная доходность российского рынка ценных бумаг в настоящий момент составляет порядка 9-10%. То есть, российский рынок из всех имиджен-маркетс, из всех развивающихся рынков предоставляет самую привлекательную норму дивидендной доходности. И это тоже плюс в том, что активы, номинированные в рублях, они будут включаться в инвестиционные портфиры для того, чтобы получить непосредственно хорошую доходность. Резюмируя, первая половина 2022 года может быть для рубля достаточно позитивной, потому что на это будет влиять высокая процентная ставка Центрального банка России. Она приведет к тому, что облигации федерального займа будут предоставлять привлекательную норму доходности порядка 12%. Второй момент. Из-за того, что инфляция начнет к концу года все-таки замедляться, Центральный банк начнет снижать процентные ставки. А снижение процентных ставок – это, соответственно, падение доходности облигаций. И это в конечном счете приводит к тому, что вы можете в первом квартале 2022 года, если вы кэрри-трейдеры, то что вы можете сделать? Вы можете купить для себя облигации с доходностью двузначной – 10-13%. Второе – вы можете порядка 3-5% заработать по итогам 6 месяцев второй половины 2022 года. Из-за снижения процентных ставок Центральных банков России. Плюс не исключено, что рубль может незначительно, я не говорю о значительном укреплении рубля, но незначительно он может укрепиться. Соответственно, вы, как кэрри-трейдеры, можете в долларах еще заработать и на валютной переоценке. То есть, таким образом, первое полугодие 2022 года может быть достаточно успешным для инвесторов, которые будут покупать рублевые активы. Вы можете заработать доходность очевидную, привлекательную, потому что вы понимаете разницу процентных ставок, они уже есть. Вы понимаете, что в Америке и Европе процентные ставки будут расти более медленно, чем в России. Российский Центробанк более оперативно на это реагирует. И поэтому рублевые активы представляют для себя достаточно интересный объект для инвестиций на первую половину 2022 года. Я сейчас говорю именно про первую половину 2022 года, потому что к этому периоду будет понимание по тому, что происходит глобально с инфляцией. Сохраняется она, получается ли ее поставить под контроль и достаточно ли тех мер, которые будут принимать мировые центральные банки для того, чтобы обуздать мировую инфляцию. Это что говорит в пользу рубля непосредственно. Теперь, какие риски могут быть в этом случае? Основной риск, конечно же, это та риторика, которую мы наблюдаем сейчас. У нас 2022 год начался с переговоров России с Соединенными Штатами Америки, с НАТО, связанные с нерасширением НАТО на восток. То есть высказывания очень и очень резкие, причем которые идут с обеих сторон. То есть Америка и Европа пугают нас с какими-то беспрецедентными санкциями. Россия, соответственно, тоже пугает тем, что или разорвет полностью отношения, или дают намеки на то, что средства доставки ядерного оружия будут размещены очень близко к территории Соединенных Штатов Америки. То есть вот эта напряженность, она очень серьезно сохраняется. При этом, как мне кажется, да, то есть это мое мнение, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, люди все равно здравые, понимают, что с ядерным оружием как бы шутить не стоит, но при этом черный лебедь может прилететь. Поэтому я бы не стал говорить, что рублевые активы являются самыми лучшими активами, которые можно включать в инвестиционный портфель. Если мы говорим с фундаментальной точки зрения, с позиции разумного инвестора, стоимостного инвестирования, то российский как рынок ценных бумаг, так и рынок облигаций предоставляет сейчас очень привлекательное соотношение дохода, который вы можете получить и риск, который вы при этом на себя берете, именно с фундаментальной точки зрения зарабатывания денег. При этом есть геополитические риски, которые не контролируются, которые не управляются, но сейчас они очень сильно, на мой взгляд, переоценены, и поэтому действительно активы и обладают той доходностью, которую обладают. По мере ухода этих геополитических рисков, соответственно, активы могут вырасти. Какое решение в этом случае может быть для инвестора? Хочу быть понят правильно, что то, что я говорю, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а то, что бы делал непосредственно я и то, что я делаю в рамках своего инвестиционного портфеля, у меня идет немного смещение в сторону России. Причиной смещения привлекательные оценки цена-прибыль, то есть сейчас для России это составляет порядка 5-6 лет срок окупаемости инвестиций в широкий рынок России. Привлекательная дивидендная доходность на уровне 9-10%, в то время как дивидендная доходность, допустим, рынка США составляет 1,4-1,5%. Текущая дивидендная доходность – это единственный российский рынок из всех мировых рынков, которые более или менее ликвидны, защищает от инфляции сейчас. Просто только дивидендная доходность без учета роста самих акций, которые могут еще вырасти. И поэтому с этих позиций разумного инвестирования мой выбор в направлении российских активов, номинированных в рублях. Мне очень нравится рубль на первую половину 2022 года до момента дивидендных отсечек. То есть когда весной будут проходить дивидендные отсечки, когда будут выплаты по дивидендам. То есть в этот период, соответственно, экспортеры российские будут продавать свою валютную выручку для того, чтобы расплатиться с акционерами дивидендами. Потому что российские компании платят дивиденды в рублях. Это приведет к тому, что у нас к весне, к апрелю, маю месяцу могут быть факторы привлекательности операции «Кэрри Трейд» – раз. Два – выплаты. Огромные прибыли по итогам 2021 года российскими компаниями, экспортерами. Они будут продавать свою валютную выручку для того, чтобы заплатить дивиденды. В этот период будет постепенно замедляться инфляция. Мировая эффект базы, о которой я говорил, он тоже будет замедляться. Соответственно, вот эти ожидания, связанные с тем, что инфляция замедляется, ожидания по резкому росту процентных ставок в мире, они тоже будут постепенно уходить на нет. И, соответственно, эти факторы на первую половину 2022 года говорят в пользу рубля. Что будет потом? Ну, будем смотреть, да, будем записывать видео обязательно. Поэтому в третий раз за это видео призываю подписаться на канал. Ну, и в заключение данного видео, чтобы мне хотелось сказать, у нас была отдельная конференция четырехчасовая, посвященная тому, куда же инвестировать в 2022 году. То есть, что непосредственно влияет. Формат YouTube, формат видео на YouTube от 15 до 30 минут не позволяет, соответственно, рассказать все тонкости, связанные с тем, какую выработать для себя стратегию. На 2022 год мы поэтому провели отдельную конференцию, четырехчасовую. У нас есть запись данной конференции. Если вам интересно, соответственно, по ссылке в описании данного видео вы можете пройти и получить для себя стратегию поведения в 2022 году. Получить список из сто по десяти компаний на российском рынке, которые нами отобраны для того, чтобы включить в инвестиционный портфель. И 15 компаний из американской экономики, которые можно включать в настоящий момент в инвестиционный портфель, которые действительно в условиях растущей инфляции, высокой инфляции и все-таки продолжающегося роста мировой экономики, почему он, кстати, будет продолжаться в 2022 году, будут выигрывать и обеспечить вам доходность как минимум на уровень долларовой инфляции. Поэтому, если это интересно, проходите, забирайте. Думаю, что для вас это будет большим вкладом в 2022 году. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока.